Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время, и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала, и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал у нас добрый, гармоничный, с общими онлайн раскладами, с ритуалами, с онлайн ритуалами, с медитациями. Сам любой расклад мой, это и есть вот медитация, потому что это называется раздел, вот в эзотерике, гипноэзотерика. Я своим голосом изменяю вашей жизни, изменяю ваши глаза, которые начинают смотреть на свет, улыбаться и радоваться. Есть второй канал, на нем тоже видео выйдет сегодня Вивиена, ведунья Вивиена, этот канал Вивиена, эзотерика и жизнь. Заходите, пожалуйста, в группу Вконтакте, также называется Вивиена, эзотерика и жизнь, в Яндекс, эфир, там тоже есть видео, точно также набираете в поиске Вивиена, эзотерика и жизнь, и сразу выходит. Поддержите меня там в Яндекс, пожалуйста. Также есть группа, не группа, есть страница Вконтакте, пожалуйста, на эту страницу пишите. Но если вы хотите лично со мной поработать, предсказания, чистки, открытие дорог, ну открытие дорог и все прочее нужно делать сначала после классической чистки. Я провожу чистки в один день, и работа это очень трудоемкая, очень тяжелая, понимаете, из болота доставать бегемота, образно скажу. Я работаю в один день, и работа минимум занимает два часа максимум. Я работала один раз с человеком, это заняло у меня больше 12 часов. Мне казалось, что это все, ну никак. А дальше я проверяю на девятый день и на сороковой. Если что-то не доделано, то, конечно, потом доделываю никаких доплат, ничего, то есть ничего уже не надо. Здесь все видео вам в подарок. Это общие расклады, общие онлайн ритуалы. И если вы смотрите мои видео, знайте, что вы не просто так зашли на этот канал, потому что я пытаюсь своим голосом, вот именно гипнотическим воздействием голосом, изменить вашу жизнь к лучшему. Со мной, я уже много раз говорила, со мной люди, которые тянутся к свету, и светлые. Черные от меня все отходят. Все, кто живут на этой нижней чакре, деньги, страсти, удовольствия, сексуальные удовольствия, они все от меня отходят, они не поднимаются выше. А я пытаюсь вас поднять выше, научить вас воздействовать на жизнь своими словами, и это все будет свершаться. Не надо зацикливаться, вот я на том канале тоже сказала, зацикливаться только, но любовь, ой, любовь, любовь, или как в Библии сказано, это любовь. Сначала было слово, потом было Бог, и любовь, любите, любите всех. Вот именно любовь ко всему, к цветочку, потому что мы, перерождаясь в разных жизнях, проходим разные этапы, чтобы опять вернуться в жизнь человеческую, и проходим и животную жизнь, и растительную жизнь. Потом это в воспоминаниях, и срабатывается определенный образ жизни в настоящем. И вообще нужно жить только настоящим, потому что жизнь так прекрасна, нужно только найти, найти ту точку, то дело, которое будет давать вам удивительное настроение и радость. Если вы живете в семье или в отношениях с мужчиной, где это вам не дает радость, а только страдание, уходите, уходите быстрее. Не будет лучше, запомните, не будет никогда. Мужчина может, если он ушел, вот такой вот садист, издеватель, гуляльщик, вернуться, потому что ему комфортно с вами, он уже знает вас как облупленную, когда пирожки ему принесут, когда блинчики, когда ножки вымоют. И ему удобно, он будет просто хитрее. А вы будете все больше и больше страдать. А если у вас есть дети, то дети видят эту фальшь. Им еще тяжелее. Сегодня у нас расклад будет очень такой вот классический. Его мысли обо мне прямо вот сегодня, то есть сейчас, сегодня, сегодня. Это не значит, что прямо вот в эту минуту, а вообще вот на вот очень маленькой вот, вот, допустим, там несколько дней, три дня вперед-назад, сейчас, вот именно. И поэтому мы говорим, его мысли обо мне сегодня. Я всегда очень часто докладываю карты вот из этого китайского Таро. И изумительное китайское Таро, оно основано на книге перемен. Чтобы вы видели, что есть такие карты, они очень предсказательные, очень хорошо работают, удивительно. Так, и мы переходим к раскладу. Мои контакты под видео в описании и в закрепленном комментарии. В конце видео я камеру подниму, и вы тоже увидите номер телефона. Писать только, писать буквами только в Viber или в WhatsApp, в крайнем случае в Telegram. И писать буквами. Пожалуйста, прошу, не звоните. Я не могу принять голосовые, потому что работаю с людьми. Я не могу их просто включить и при работе с людьми слушать ваши голосовые. Пожалуйста, пишите буквами. Кому нужна помощь вот такая вот, расклады, пожалуйста, пишите. Кому нужны чистки, кому нужны какие-то определенные ритуалы. Да, про привороты я уже говорила. Я не занимаюсь вот так вот просто порчами. И кого-то портить, несчастного мужчину, не собираюсь. И если даже у меня такие ритуалы и бывают с людьми, то запомните, это очень дорогостоящая магия. И это ваш договор с демонами. Пожизненно и запомните это раз и навсегда. Любовь невозможно сделать искусственной. Искусственно можно только притянуть его пипиську к вашей пиписке. Грубо, но это факт. Более ничего. И то он будет лететь к вашей пиписке от других пиписек. Вот и все. Вот и вся вот эта приворотная система. А любви не будет. А потом это надо все время подделывать. Как только на какой-то период сработало, потом магия, как и все остальное, то есть частоты, импульсы, вибрации, они уменьшаются, нужно опять и опять. Ваш договор пожизненный с демонами. И вашу душу потом демоны передадут дьяволу. В мусульманстве там шайтан, по-другому. Какая разница, смысл один. И мы переходим к раскладу. Расклад будет общий. Как обычно, я сначала посмотрю, какой он наш мужчина на сегодняшний момент. Если вам подходит, то пожалуйста. Почему я как-то стала снимать больше видео общие? Потому что они дают более четкий результат. И если вот подходит, смотришь дальше. Я проверяла у других торологов. Смотрела, подходит начало. Да, все подходит. Дальше подходит действительно ситуация моя. Тут в общих раскладах ситуация. Это не личное. Потому что в общем раскладе вы ситуацию можете увидеть, а лично, когда вы приходите на прием, пусть мы работаем и онлайн, а смотрим глаза в глаза. Я работаю только в глаза в глаза. Никаких голосовых, никаких присланных видео. Соединенных изменяет только имена. Я работаю честно. И если мне заказывают чистки, это тяжело. Я работаю честно. Я показываю, что я работала. Я потом объясняю людям, что нужно делать после этого. И некоторых обучаю, что нужно научиться самой и защищать себя самой от каких-нибудь злобных людишек, которые не дают нам жить. А люди разные. И мы с вами разные. Для кого-то мы пушистые, а для кого-то мы и грязные. Ну что делать? Мы всегда разные. Для кого-то хорошие, для кого-то плохие. И когда мне говорят, что у меня нет врагов, у кого-то нет врагов, это неправда. Враги и завистники, обидчики всегда есть. Ну просто мы так существуем на земле. Если у вас их нет, значит вы не живете. Так, а теперь начинаем. Какой мужчина? Ух ты. Тут есть женщина. И вы. Вот те. Какой мужчина? А тут вышло. Вот оно. Вот знаете, какой... Ой, камера. Какой мужчина? Какой мужчина? У мужчины есть какая-то женщина, и вы на одних весах. И вот, понимаете, и вас он считает частью какой-то даже себя, или частью своей семьи, или частью своего, чего-то своего. Вот вы как вот даете ему какой-то импульс здоровья и радости. Какой мужчина? Мужчина любит праздники жизни. Мужчина такой вот любит он праздники жизни. Что сейчас у мужчины? У мужчины сейчас какие-то затруднения, и с вами тоже в том числе. Или недомолвки, или какие-то есть препятствия, которые очень мешают. Да. Вот знаете, вот какой мужчина? Мужчина, знаете, такой... Он сам в себе, сам в себе в своей скорлупе, сам в себе режиссер. Вот такой мужчина. Здесь есть еще кто-то, третьи лица. Это может быть, конечно, вся говорит, не обязательно там женщина, женщина там любовница, или женщина-жена, или женщина-подружка. Это могут быть и его родственники, и его мать, и его тетя. То есть бывшая, например, теща, или настоящая теща. То есть это женщина. И здесь вы на одних весах. И мужчина хочет получить, например, вот с этой женщиной праздник, то есть эта женщина хочет получить праздник. А мужчина закрывается от вас, потому что есть очень большие препятствия. И все это... Вот у многих действительно выйдет, что с вами как тайная связь. Все, что не зарегистрировано в ЗАГСах, в муниципалитетах, это тайные связи. Какой мужчина? Ну вот он выпал. Он о вас точно думает, потому что он здесь выпал. Единственное, что вы можете находиться действительно с ним на расстоянии, и здесь действительно препятствие очень серьезное стоит, отдаление какое-то идет. И какой мужчина? Как я сказала, сам в своей скорлупенке. Знаете, мне вот карта не нужна, я информацию по потоку оттуда принимаю, а потом карта выкладывается. Я не вижу, какую карту я вытаскиваю. Вот она вытащилась. Какой мужчина? Ну давайте еще посмотрим, какой у нас этот мужчина. Какой у нас этот мужчина? Вот еще одну карту, чтобы было, и мы убираем. Если вам подходит, то будем делать расклад. Знаете, мужчина, который себя показывает, что он как бы холодный, не горячий. То есть внешне показывает, вот для других женщин, то есть он всегда пытается держать какое-то расстояние. Вот всегда пытается держать на расстоянии. Какую-то холодность может показывать. На самом деле совершенно по-другому все мыслить и чувствовать. И какой он у нас еще? Ну здесь мужчина, который любит стабильность, любит правила. И мужчина, который очень сексуальный. Вот сексуальный. И вот из-за этой какой-то сексуальности он себе же на башку кирпичей сыпет. Сам себе. Потому что из-за этого происходят конфликты, и еще мужчина может быть таким вот заковыристым, конфликтным, но любит определенные правила, которые должны быть по его сценарию. Что могу еще сказать на данный момент про этого мужчину вот с этой женщиной? Тут женщина пытается устроить праздник, но дело в том, что карта букет, она вот как букет, вот сорвали мы колокольчики на поле, а до дома донесли, они уже все поникли. И даже ставишь их в воду, все не распускаются. Вот здесь такой какой-то быстродействующий праздничек. А с вами действительно о вас он очень думает, и вы как в его как бы настоящем будущем, и действительно здесь есть какие-то препятствия. Может быть, вы в разных странах, может быть, в разных городах, может быть, просто на данный момент вы друг от друга отстранились. И каждый, каждый в своей крепости. И вас он держит втайне все время, вы часть его жизни. Вот такой мужчина. Если вам подошло, то, пожалуйста, смотрим дальше. Это я убираю. И дальше будем смотреть. Классический расклад его мысли прямо о вас сегодня. Представляете мужчину, глаза в глаза смотрите, и спрашиваете, что ты обо мне думаешь, какие у тебя мысли. То, что мужчина о вас думает, это точно. И не просто думает, но есть третье лицо. Какие у тебя мысли обо мне сегодня? Какие? Спрашивайте, смотрите прямо в глаза мужчине, представляете, с открытыми глазами, и спрашивайте, какие у тебя мысли. Мысли о вас именно. Тут раздрай полный. Сейчас посмотрим, какие у него мысли. Знаете, вот мужчина хочет с вами встретиться или приблизиться, и вот знаете, а дорога какая-то, которая... Сейчас мы вот так сделаем. Дорога, которая не идет никуда. вот он даже пытается дурачком что-ли мне подделаться, ну, знаете, он не может принять или решение, или на данный момент у него перегорожены дороги к вам. А он пытается вырваться, и он уже пытается, я как-то по-дурацки сделаю, а именно дуракам всегда везет. Так, что у нас тут дальше? Какие у него мысли о вас? Какие у него мысли о вас? ой, мужчина страдает, мужчина страдает, мужчина переживает, мужчина мучится. И у него действительно на данный момент он очень хочет вот откуда-то уйти, войти в открытую дверь, найти эту открытую дверь. Мужчина возможно, ну, да, тут мужчина не просто страдает, какие мысли о вас, но он страдает и переживает. Вот как будто, знаете, он хочет дотянуться до луны, она же вот близко, мы же ее видим, тянем пальцы, а она никак, вот тут такое же. Какие у него мысли о вас? Доложим карту. Могу сказать, что мужчина, мужчина любит вас и любит деньги. И он, знаете, какой, да, такой мужчина с каким-то характером. знаете, мужчина вам все бы, вот, он такого характера, что я дам тебе и любовь, и все, какие мысли, мысли о вас очень хорошие. Единственное, что он очень переживает почему-то, отдаление идет, или какое-то недоразумение идет между вами. когда я говорю конфликт, это не значит, что вы подрались на ножах. Это когда идет недопонимание, это тоже конфликт. Конфликт, который не высказывается словами, он еще хуже. А тут мужчина идет с чувствами к вам, с кубком к вам, но мужчина такой, который, у которого надо всегда попросить. Вот так просто, вот, нет, вот ему, ему надо, чтобы у него попросили. Вот, знаешь, я хочу вот эту цепочку. И вот, ну вот помоги мне, я вот, знаешь, хочу эту цепочку, вот, купи мне такую цепочку, ну ты помоги мне, пожалуйста. Вот просто, именно, чтобы ему была как помощь. Чтобы он, тогда для него это радость, что я такой, суроводостаточный мужчина. Это я привела просто так про цепочку. Потому что мужчина, который сам себе режиссер. Но сейчас этот сам себе режиссер, извините, проходит, трагикомедию. Он в страданиях, в страданиях о вас. Какие у него мысли еще о вас? Ой, поговорить с вами, пошептаться с вами. Но чтобы диалог начал вести он. Ну, тут какие мысли? Мысли, что бы вы там, где бы вы не были, где бы вы не находились, я могу вам сказать, что у мужчины есть чувство к вам. Но почему-то или отдаление, или у кого-то действительно, если ссора, или уже расстались, тут действительно мужчина мучается. И мысли у него, как ему подарить еще раз эту любовь вам. Ну, упрямый же, упрямый такой, упрямый мужчина. Какие у него еще мысли к вам? Я говорю про мысли, про... Ой. Ну, мужчины, конечно, часто бывают треугольники. Вот знаете, какие у него мысли? Вот вы для него какой-то праздник жизни создали. Сейчас, в свое время, в прошлом, вот сейчас, в настоящем. И он хочет эту иллюзию повторить. Какие у него чувства? Да, повторить, я хочу повторить эту иллюзию. Давайте еще посмотрим, какие у него мысли и чувства. И он действительно, вы знаете, как будто прослеживает за вами. Он знает, что вы тоже сидите у окна и о нем думаете. Он так считает. Мы смотрим на него. Мужчина сейчас в страданиях из-за вас. Из-за вас в том числе. Какие еще мысли у него? Какие мысли у него? Ой, ну, царь и бог ты наш, действительно. Вот знаете, он себя возомнил каким-то царем и богом. Но, вот знаете, как он царь, но только казна у него что-то спутноватая. И, понимаете, у него мысли от того, что он страдает, а он страдает, вот у нас и девятка мечей, и десятка мечей. И сам себе эти мечи воткнул в тело. И он из-за этого, ему кажется, что все рушится. Потому что, понимаете, он как-то стал давить, что ли, на вас. Вот такое еще давление на вас. Манипулирует, да, любит себя очень мужчина. Но мысли о вас есть. Он почему-то боится, что это все заканчивается, что он вас может потерять. У него ревнивец. Да, он прослеживает за вами любыми путями. Такой вот он, да, заковыркиный. Где вы живете, как вы живете. Он прям как собака должен смотреть. Ой, ну, какие мысли о вас? Тут даже не то, что мысли, а у него действительно прямо искушение дьявола в нем. Потому что его так тянет к вам. его просто раздирает. Мысли о вас? Да мысли вот о вас. Потому что он это яблоко, которое вы ему дали откусить, уже он откусил. Какие мысли еще о вас? Ну, здесь мужчина, знаете, могу сказать, какой. Он прекрасно понимает, что вы очень сильная женщина. и, возможно, он тут вот начал мысли о вас, что он немножко перегнул палку, потому что вы его сильнее. Вы, извините, королева, а он пока еще паш. И он понимает, что вот на вас просто так, вот с одного, вот прям завоевать вас раз, два, три и уложили. Нет, с вами так не получится. С вами нужно действительно как-то хитростью, еще чем-то. А он думает, что манипуляции помогут, а манипуляции как раз вредят. Мы-то ждем решений, женщина, вы ждете решения. А он здесь что-то тянет, потянет, вытянуть не может, тянем, потянем, вытянуть не можем. Хорошо, давайте посмотрим по-другому. Какие у него мысли еще о вас? Какие у него мысли о вас? Прямо сейчас, сегодня. Ой, ну да, он очень боится. Покладываем вот так карты. Будем вот. Какие мысли о вас? Ну, вот что мысли о вас? Вы, его, девочки, что вы сделали с ним, я не знаю. Ну, человек так страдает, что он вас то ли потерял, то ли отдалил, то ли... Вот все, одни страдания. И любовь, он хоть и любит, там может быть... Вот видите, как этот мальчик в малиновых штанишках, какие шортики-то у него. Но он именно любит. Тут вот такая у него любовь. И то, что он терзается, мысли о вас, он очень терзается. И какие мысли о вас? Он вот, кажется, что он теряю, теряю. Не видит, что не все еще потеряно, это возможно. А потом оборачивается и видит, что, а, есть еще какой-то выход. Но потом опять мысль у него крутится, нервы крутятся, может, вот как, вот знаете, такое депрессивное такое состояние. Дышать нечем ему. Вот думая о вас, ему дышать нечем, потому что у него чувства не прошли. Вот такой мужчина, чувства-то не прошли. И что он еще о вас думает? Ой, ну он вас желает. Ой, как он вас желает, как мужчина. И подарить бы вам кусочек солнца. Ну тут даже вот, тут сексуально, как я тут дьявол выходил, а тут смотрите, он действительно вас желает, он действительно к вам с любовью, только он не знает, как к вам подойти. И он страдает, он очень страдает. По-своему страдает, не так, как мы женщины, но по-своему он страдает. И что, давайте посмотрим, а действовать-то он что-то будет? Или так будет только страдать? Вот тут вроде бы как хочу-харчо бежать, хочу приехать, хочу сексуальной связи, хочу, как вы его, он знает, чего ему надо, очень желает, очень. Ну вы, девочки, его чем-то зацепили, так что, так, давайте посмотрим, а действия-то какие-то будут? Мыслят у него вот такие вот. Ой, ну, действия. Вы для него всё. Вы для него воплощение женщин, как я говорю, всей земли. Правда, ему очень тяжело с вами. Вот тяжело, понимаете? Вот ему всегда было как-то легко с женщинами. Раз, два, всё, раз, два, три, рассчитайся, ноги шире, руки врозь. Или наоборот. А на самом деле, ему с вами тяжело, потому что вы действительно, женщина какая обаятельная, привлекательная, какая вы сильная, знаете, что вам делать, и умеющая дарить любовь, вот эту энергию женскую. Будет ли он действовать? Но тему тяжело. Он понимает, что, чтобы вот быть с вами и достичь, добиться вас, понять вас, нужно вынести, нужно иметь очень большую силу, чтобы это тащить. так, будут ли действия? Да, тут у многих действительно действия будут. Он всё-таки, не знаю куда, но он попытается идти, потому что здесь у мужчины чувства есть, и действительно, у большинства человек даст о себе знать. Или напишет, или приедет. потому что он всё-таки с мыслями собирается, хотя очень депрессивное состояние. Депрессивный из-за вас. Он страдает по вам. Давайте ещё одну карту вынем, вот из этой колоды. Что же он всё-таки предпримет? Мысли у него такие. Он любит вас, и мысли у него, и о том, что вы сильные, и о том, что вы такая. Только с вами очень тяжело. А он нас не любит. Не любит таких трудностей-то таскать. На саночках ездит, любит, а возить их в город не очень любит. Ну что? Хорошо, действую. А действую он сам. Вот видите, какая карта? Даже других выкладывать не буду. Вышел он сам. Вышел он сам. То есть всё зависит только от него. Ну он так себя и демонстрирует. Только я, и попа не моя. Мои красные сапожки, мои красные штанишки. Он такой. Самовлюблённый. Любит на себя красоваться. И он, да. Хотя вот тут у многих выйдет, что он как-то всё-таки какие-то действия предпримет. Но дело в том, что от него всё зависит, не от вас. Хотя он прекрасно понимает, что вы крепкий орешек, и что до вас очень трудно дотянуться. Просто так не взять. Сильная женщина. У многих выйдет мудрая женщина, умеющая достигать своих целей, домашняя, и в то же время очень умеющая действовать вперёд. Вот такой у нас был расклад. Не очень длинный, но он у нас общий. Мы посмотрели его мысли о вас прямо сегодня, сейчас. То есть в ближайшее время. Тут есть чувства, тут есть к вам какое-то благородство, есть страх. Страхи у него есть, да. То, что с вами очень тяжело. Но здесь такие мысли и чувства. Я желаю всем радости, счастья, улыбок. Научитесь улыбаться каждому дню. Просыпаясь, восхищайтесь, что наступило утро. Вот что видите, сразу восхищайтесь. Увидели, ребёнок ваш подбежал. Восхищайтесь им, обнимайтесь. Приносите радость себе каждый день. Страдания – это сами, это лярвы к вам привязываются, и тогда у вас не будет никакого движения. Любые страдания приводят к неизлечимым болезням, хроническим и неизлечимым. Запомните это. Если вы страдаете, это уже не любовь. Любовь приносит радость и счастье. Улыбки, обнимашки, целовашки. Если любовь – страдания, это уже не любовь. Как я говорю, это психиатрия, то есть это наука о мозге. И там нужно уже действительно из мозга это всё вытаскивать, научиться радоваться. Пока-пока, с вами была Вивьена. Ставьте лайки, пишите комментарии. И сейчас я вам покажу свой номер, подниму вот мой номер, по которому можно обращаться. Пока-пока, с вами была Вивьена. До новых встреч!